На часах 9 утра в центральном офисе МОСОБУ ЕРЦ, что расположено в доме номер 2 по 1-му советскому переулку, за час уже побывало 80 человек. Заметных очередей не наблюдалось. Работает электронная запись на оплату коммунальных услуг, корректировку платёжных документов, выдачу справок из паспортного стола. Хорошо подкованные в вопросах ЖКХ общественники проверили наличие информации на стендах. Замечания последовали тут же. Только что при нас повесили объявление о том, что с 10 по 20 принимаются показания приборов учёта. Жители об этом должны знать. Кроме того, теперь вода будет учитываться месяц в месяц, не так, как было до этого. Соответственно, тоже люди должны быть осведомлены. Интересовались общественники и тем, довольны ли обслуживанием в новом расчётном центре посетителей. Положительных отзывов оказалось больше. Во-первых, мне понравилось. Когда организацию перевели из того здания сюда, моё обслуживание нормальное, хорошее. Я пришла с вопросом, вот выписку из домовой. Парню сегодня 20 лет паспорт у меня. Обслужили в лучшем виде. Девушка мне разъяснила. За два месяца мне здесь показания щёчка указали правильные. А если вот так всё будет правильно, значит, это всё хорошо будет. Если они на самом деле это наладили. На вопросы профильной комиссии общественной палаты отвечали уже не девушки за стойками, а руководство Щёлковского филиала МОСОБУ ЕРЦ. А где у нас жители Щёлковского муниципального района могут оплатить за электроэнергию без процента? В первых фабричных терминалах Почта России. Электроэнергия в единый платёжный документ войдёт в нас в июне месяце и будет точно так же в едином платёжном документе оплачиваться без комиссии. Прогресс в обслуживании клиентов расчётного центра налицо. Нет очередей. Заметно уменьшилось количество ошибок в фитансиях, что наблюдалось три месяца назад. Законодательство в коммунальной сфере – одно из быстро меняющихся в стране, а значит, будут и новые вопросы. И очень важно, чтобы эти вопросы можно было снимать быстро и с минимумом негативных эмоций. Щёлковский МОСОБУ ЕРЦ, по-видимому, этот положительный опыт уже перенял. Осталось поработать над оперативным информированием населения. Администрация района предложила руководству расчётного центра провести разъяснительную работу с управляющими компаниями, чтобы те объяснили жителям, где им помогут решить вопросы с начислениями и оплате жилищно-гоммунальных услуг. На всех управляющих компаниях и ТСЖ вывесить информацию по адресам и графикам работы КАС и офисов МОСОБУ ЕРЦ, контактные номера телефонов, также телефоны, по которым жители будут иметь возможность передавать показания индивидуальных приборов учёта. Рейд общественной палаты в главный офис МОСОБУ ЕРЦ не первый за последнее время. Накануне его работу проверили депутаты. Вывод один – нерешаемых вопросов в расчётно-кассовом обслуживании не бывает, особенно если речь идёт о работе единого оператора по сбору коммунальных платежей. Сергей Максимов, Михаил Налётов, телерадиокомпания «Щёлково». Продолжение следует...